Доброго времени суток, товарищи рыболовы! И вот уже по традиции весной мы с Татьяной отправляемся на выставку! Кого-то на Мальдивы возят, а меня на выставку ежегодно! Зато стабильность! Но в этом году будет чуть необычное видео. Во-первых, будем посещать сразу две выставки. В одном видео, скорее всего. В планах быстренько пробежаться, заснять все самое интересное, не задерживаться на стендах, буквально 1-2-3 минуты максимум, и побежали дальше. Так что видео обещает быть интересным, усаживайтесь поудобнее. Погнали, хотел сказать, рыбачить. Нет, погнали смотреть что-то интересное про рыбалку. Свежие новиночки на нашем YouTube-канале. Рецепт да ребят будний день народу просто куча посмотрите сколько а время только час где-то два часа дня о так может бассейн возьмем так ладно что интересно вот серебряный ручей ребят свое время на этих фильмах татьяна фильмах этого производителя я просто учился рыбачить помню скачивал их потом по несколько раз просматривал прям ностальгия какая-то в кораблике тут знакомая да то не оценила плавали так что у нас тут еще интересненького пойдем туда в ряд что-то как мы идем а практике эхолот и там снимают гляньте как все серьезно о смотрите кого увидел ребят знакомые лица санечка там что-то занят ну ладно потом подойдем к нему поздоровался он что-то там рассказывает ага так ну заглянем сейчас на стенд на утилус есть у нас карповое удилище что-то там фидерные новые у них какие-то вышли сейчас узнаем что там у них интересного так ладно здесь есть есть профессионалы которые нам подскажут юрий здравствуйте так ну что расскажите нам что-нибудь интересное про фидеры показательный фидерных удилищ могу про одну интересную новинку рассказать который появилась в том году поздно осенью же по зиму она пришла вот в этом году конечно она будет супер популярный это линейка фидерных удилищ вас мастер достаточно короткая линейка если что 90 до 120 грамм я бы их видели вот такие как бы не совсем универсовые трещинке на мой взгляд вот пока до 120 грамм здесь получился не такие личные средних лет на типа нашего дона не сильно боги для таких вот что про них можно сказать в первую очередь то что вы видно это достаточно тонкий комик это эстетически красивые то в руке приятные это ну реально вас будет это противозакрестные кольца ну современных видов пугачках и закрестные пульсы это небольшой размер катушки держать это и внешне еще раз повторюсь и функциональные тоже классно и она быстро но реально быстро то есть если вы загнете и будет ловить . с которым нужно работать с карушкой ну а катушки под него что-нибудь интересно есть ну этот сезон нас характеризуется большим ассортиментом фидерных катушек то есть выходит огромное количество новых моделей и бюджет на сумме и среднем и в дорогом то есть ну коснемся это сперва топ это топовая фидерная катушка от наутилась это адвент про называется катушка и в общем все что нужно здесь есть бесконечник виничность и рукоятка правильно размеры формы шпуля 2 клипса на школе чтобы ловить кормить на разных дистанциях ну конечно безупречный ход отгончик для лески и классный фракцион то есть это катушка такого серьезного спортивного сегмента я бы сказал либо серьезных рыболов которые круто увлекаются фитром либо спортом в трех размер выпускает четыре с половиной пять и пять тысяч лет под разные диаметры и шнурок под разные диаметры лески так но вот интересно чтобы вы нам посоветовали для спиннинга ну конечно это наша анонсированная катушка на данный момент это тупая катушка получилась спинного катушка это называется катушкой тридфорс hd то есть эта катушка все мы видим это с бесконечником это венчатая ручка то есть это прям серьезно-серезная катушка даже обратите внимание на пушку лесоухвателя она выполнена уже концепцией как у шаману как удаю то есть нечего цепляться все это здорово классно и красиво помимо hd совсем скоро появится катушка пжи с передаткой 4 6 к 1 то есть таких размеров 3,5-4 это будет безусловно хит для тяжелого джига для больших приманных объектов то есть это вот на сегодняшний момент наши самые интересные катушки топ да да топ ну у нас планируется поездка в астрахань там говорят щуки начали клевать уже я думаю наверное вот что-то подобное мы затестируем там так ну что друзья все-таки взял я катушку сейчас сразу для того чтобы поехать в астрахань и ловить там уже на нее на джиг для джига фидерные пока что ну не будем торопиться потому что у меня 6000 дистанция фидера прям вдоволь катушек и в принципе мне хватало в том сезоне дальше посмотрим идем с корабля на бал собрался снимать кроссовки сразу на рыбалку поеду а куда я уже сказал сказал так ладно ну а мы идем дальше о какие раскладушки интересные да не это просто каркас такой довольно таки непрочно мне кажется из-за этого тут усиление идет о вот это тоже кстати блин интересная тема ребят все засматриваю засматриваю себя на такие корабли возможно когда-нибудь у меня и появится прикольная штука вот эти вертушки короче он разбрасывает ими обязательно а можно например на него отправлять какой-нибудь записку себе на соседний берег а это мой сидеть на другом береге точно точно палаточка да да вот они смотрите эргономичные цвета ты про что про них тележка складная зима причем по моему эта палатка надувная то есть она без каркаса по вопрос надувается она вот так вот становится что-то где-то я такое слышал так 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 что интересует а это ребят уже следующий зал здесь куча разных лодок моторов просто мрак таня уже куда-то убежала а вон она ты чё там слушай ну здесь и народу глянь сколько да ребят короче ну не домики чё прицеп получается да прицеп внутри комната даже телевизор есть смотреть а чуметь кухня но я боюсь наши него его не утянет а по она что-то знакомая да по моему как у нас лодка вот такая вот они 370 у нас 350 но сути не меняет в принципе то же самое а только у нас нднд а тут паёлы ну почти одно и то же да так тань давай знаешь что тебе задание какой бы цвет выбрала ты для нашей новой большой лодки но мне тоже нравится цвет мне кажется вот не марки будет но зато выглядит прям симпатично темно-серенькая тоже не будет пачкаться а вот это уже нднд но это размер 420 у нас такая штука 350 о а здесь прям что-то совсем интересное так надо узнать чуть такое ведь за полы сейчас менеджера какого не попросим рассказать нам твердое это получается этот как его зовут это 420 здесь на носу есть как раз для меня место рип вот поняла да да это снизу железная намарина ага собрано ох какая зато келеватость какая да это подобие риба только металлическое дно получается так ребят вот нашел менеджера виктор виктор здравствуйте расскажет нам он поподробнее про данную модель по комплектации у нас ведется еще носовой рундук плюс накладка на руку далее 202 сиденья два весна ну все основные как бы преимущества это то что это алюминия она не так шатается очень удобно мотором вешается очень удобно потому что эта металлическая плита находится прямо на уровне так ну а если вот допустим люди чтобы не таскать я так понимаю ее всегда носить надо на прицепе правильно возить да затягиваем на прицеп спереди на лодке как раз установлено кольцо именно на алюминии но я думаю вот наверное вот та лодка что на заднем плане альтернативой этой получается да это вообще самая мне кажется популярная модель среди людей и очень часто просят ее вообще практически никогда нет в наличии это лодка ндмд е380x это лодка экспедиция здесь у нас фальш борта который как бы визуально улучшает прям лодку очень много ручек для перемотки соответственно по комплектации это самая богатая комплектация здесь есть носовой тент сразу с покупки есть стояночный тент тоже с покупки идет плюс перегородка если вы вещи свои сюда вперед закидываете накладки обязательно на сиденье тоже мягкие удобные и самое интересное что они именно пвх ну и сумка у нас тоже идет сразу же в комплекте жалко что только одна но очень хорошо ну полный фарш да диаметр баллонов самое главное 48 потому что я видел сватч бортами были раньше лодочки там 44 это очень мало 48 это только нижний а и вместе с этим нет нет это уже отдельно а это еще плюс вот это вот эта часть сделана из 850 пвх ага а это 1600 но тоже 1600 ну серьезно серьезно так ну ладно что пойдем посмотрим сейчас моторы ребят тоже по моторам у меня есть вопросики сейчас глянем да ребят давно я рассматривал движок 9.9 про а сейчас у компании гладиатор появился 9.9 про четырехтактный это двадцатка а а а а ну что друзья мои тем временем вот так вот силы монтажа мы перемещаемся с татьяной на вторую выставку все идет покажет по плану я думаю тут тоже не будем долго задерживаться быстренько пробежимся посмотрим покажем все самое интересное и на этом будем завершать все погнали смотреть чё там интересненького нам покажут туда туда да ребят здесь прям заметно народу поменьше как-то поспокойнее потише даже я бы сказал сейчас посмотрим что тут интересненького прикормки валом вот так вот сделаем для красоты а здесь прям на спиннинг уклон я чувствую серьезный акума тут мидо там фиш мастер знакомые сапожки до слепки нет вот они вот такие вот тебе голубеньких не хватает костюмчики костюмчики ну вот это демосезонная так понимаю что-то заинтересовало вас ничего не узнаешь вот такую тюжелетку и бассерманами на все понял ты вот про этот вот это да приглянул стань но это же не зимний ты чё это демосезонный я жиле летом хожу в костюме да а вот и диман ребята дима здорово чё какие дела слушай это все хорошо все прекрасно как всегда вы рассказать вам друзья тоже есть что если вы за этим сюда пожаловали да давай что-нибудь интересненькое нам начнем с вагнеров которые завоевали в этом сезоне зимнем рынок по вибам по обе судака щуки и так далее в общем то что размер от 80 до 130 миллиметров топовые цвета не убивая можно сказать краска уникальная форма обладающая своей игрой уникальные колебания ну и конечно же отличная фурнитура в общем то в этом году вагнер завоевал сердца так ладно ты давай нам это зимние снасти уже не интересно что-нибудь нам про лето расскажи про спиннинг что-нибудь такое конечно же же ты прав у нас появились классные спиннинги сармат точнее как они вот-вот появятся в продаже а сейчас я вам могу показать стендовые образы давай давай эксклюзивчик вот они наши ласточки сарматики колочки ловли на джик на разнесеночки то есть такие удилища очень быстрые ух ты прямо колышки да жестко сечь и бить рыбку да да всекать судака прям так чтобы через глаза тройник вылазил разнесеночки и даже немного на лавлера это в принципе отличная модель обладающая хорошей чувствительностью классической в наше время рукоятью то есть разнесеночка как мы видим конечно же прикольным дизайном но самое главное как я уже говорил это чуйка спиннинга и вес вес тоже в принципе хорошая хорошая манитура в общем спиннинги очень классный на мой взгляд любителям джига разнесенок я рекомендую приглядеться к этим полкам они того стоят что-то у вас еще интересненькое есть твои любимые фидера про который может рассказать тебе лёха лёха расскажет да а ты чё как как насчет фидеров не смотреть но не ловить профессионал так ребят вот алексей подошел друзья в этом сезоне мастера две новых линейки дыров это парабола это скажем так одна из народных удочек в розницу она будет стоить порядка там 6000 рублей хотя есть удочка такая как 14-футовая парабола для дальних сверхмощных забросов и для ловли на речках она быстро чуть подороже классные удочки посылистые ручка из эвы надежно она не марается не забивается прикормкой и не съедят мыши у вас в зимний сезон качественная фурнитура короче надежные рабочие лошадки для тех кто любит фидерную рыбалку ну и конечно есть супер предложение для спортсменов это удочки серии зенит это топовые фидера очень легкие сухие красивые изящные при этом мощные и надежные удочки пристальных длинных от 10 до 13 футов причем 13-футовые удочки есть мощные как до 120 грамм так и до 80 грамм чтобы ловить на маленькие кормушки на больших дистанциях у всех фидеров реализовано ряд интересных решений мы о них потом расскажем обязательно позже но сейчас маленький один примерчик покажу например пивер типы на мощных тестов например 4 унции они держат они сделаны с большими кольцами и тюльпанчик у них противозахлестный это очень удобно когда вы ловите на большой дистанции забрасывать огромные кормушки со всей силы леска здесь не переклёстываться не отрывается монтаж не травмируется сама удочка короче мы о вас подумали так что выбирайте наши удочки ловите получать удовольствие да я про вот обратил внимание что довольно таки такая прям изящная она какая-то да вот этот фидер прям такой тоненький легенький по нему видно прям материалы другие и фурнитура по качестве полегче по топове поэтому это уровень спорта ну или просто фанатский уровень фанатский сектор который выбирает самые дорогие самые крутые снасти для себя это вот ваш выбор ребят на для кайфовой рыбалки каждый каждый дрыг рыбки через это будет еще вы почувствуете так понятно ясно спасибо ладно пойдем дальше посмотрим о так чувствую пора готовиться к сезону а есть те которых а вот вот ребят бойл ст вот эти вот просто в конце того сезона их распробовал не знаю ни одного схода на них не было пока что посмотрим кто не показано покажет нам в этом сезоне а по она опять 25 до 5 лодки опять моторы но здесь как-то мне кажется больше какой-то уклон по лодкам смотрю тогда там больше по моторам так к ноя ну надувное прикольно такие высокие борта точно надувное не то нам к ноя не надо нам раньше надо вот такой вот к ноя да когда-нибудь я стану взрослым ребят и у меня будет вот такая вот лодочка но чувствую это не совсем скоро но прикольно система прицепа с лебедкой чтобы лодку затаскивать так ну чё скажешь нас есть в джеку такой подъем точно роус-рой среди лодок джеймс бонд на такой ездил точно его да смотрите салон вот так вот бывает опять аэролодки такие катера серьезные ну такую аэролодку я конечно себе взял полгоградскому водохранилищу гонять берем да пару лишних миллионов не найдется на сручную кладь интересно поместится она поместится офигеть просто корабль 10 миллионов всего вы не полож а вот мои за 3 200 так ладно пойдем дальше посмотрим что-то в рыболовном что-то мы оттуда убежали как-то быстро в лодке у нас много рыболовного их на чем-то таскать же надо а точно загрузить вести рыболовное таскать надо рыбачку возвращаемся в рыбалку ребят что-то ай тут эти вот новые ривер дэнс которые по-моему да ну ничего так легенькая а почему ты так называла беги бои а прочитала я думаю откуда ты знаешь когда-то мы будем ловить на такие наверное интересно дойдем нет крючки какие должны а там несколько крючков там какой-то стингер как-то называется такая а вот снизу лишь вот на такой штуке крепится все это есть все это дело но ничего опять же когда мы станем что тогда у нас тут как-то мало да да предостаточно всего мне мне кажется как-то маленькая как будто выставка но по стране стой конечно маленькая да по мне здесь все понятно ничего не намешано каких-то вот все понятно представлено все вот как-то четко чувствовать остановка мне здесь понравилось больше если честно да ладно сюда бы я я еще завтра и после завтра приду кто хочет со мной спорить загнула ребят смотрите что нашел давно говорил почему никто не додумается до того чтобы сделать шатер летний на вот этих хабах которые как зимняя палатка собирается разбирается здесь прям здоровенный он конечно в длину транспортировочный учет метр девяносто но тем не менее был прикольная прикольная история да чё то берем обычно рыбу на удочку ловит а тут рыба с удочкой кого-то ловить собралась посмотрите здравствуйте сейчас он закинет ловите 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 вот забирайте ловите ловите прибывайте на на c11 за большим вот смотрите какую рыбу там нашел ага обязательно зайдем нормально Ну все, друзья, собственно говоря, на этом мы будем заканчивать нашу поездку Успели постить две выставки Я надеюсь, очень надеюсь, что было интересно и весело На этом заканчиваем Всем добра, всем пока До новых встреч